Добрый день, дорогие девятиклассники! Мы продолжаем серию наших занятий и сегодняшнее занятие мы посвятим заданию орфографический анализ. Сразу вам поясню, что сегодня мы будем разбирать задания, посвященные чередующимся гласным в корне слова. Итак, приступим. Задание первое. Как вы видите, это задание, вы уже знаете, как оно выглядит, что требуется от вас и как записать номера ответов. То есть здесь в рамках тематических заданий я советую всем как раз выполнять те или иные тематические повторяющиеся орфографические правила. Обратим внимание, как решать это задание. Итак, здесь всегда есть ловушки. Ловушки, как вы видите, это неправильное. Объяснение неверное. Вот их надо нам найти, вычислить. Читаем первое. Даны следующие слова. Наискосок от вокзала. Приложить старание. Задирать нос. Отрасль животноводства. Замирать от страха. Итак, давайте по порядку, последовательно решим это задание. В первом задании, наискосок от вокзала, мы видим чередующуюся гласную кас-кос. Выделим ее. Написано, что это безударное чередующееся гласное в корне слова зависит от наличия суффикса. Наискосок. Итак, можно подобрать мысленно. Давайте подберем однокоренные слова. Это получается прикасаться, коснуться. Следовательно, здесь мы не видим. Так, не видим. Это не зависит от наличия суффикса. Далее, во втором. Приложить старание. Написание безударно чередующееся гласное в корне слова зависит от значения. От значения. Смотрите внимательно. Здесь у нас чередующаяся ложь. Да? Но это, как вы помните, группа лаг-ложь. Перед г пиши а, перед ж пиши о. Третий вариант. Задирать нос. Написание безударно чередующееся гласное в корне слова зависит от наличия суффикса. Итак, выделим чередующийся корень. Дир. Дир. И рядышком за корнем следует суффикса. Обратим внимание. Задирать, сдирать, сдереть. Убираем суффикса. И действительно, он влияет на гласное в корне слова. Четвертое. Отрасль животноводства. Отрасль животноводства. Здесь обратим внимание. Написание безударной гласной в корне слова объясняется исключением из правила, очередующихся корня. Это исключение. Исключение, как вы видите. Исключение, да? Нараст, ращ, рос. Пятый вариант. Замирать от страха. Безударную гласную в корне можно проверить словом мир. Замирать. Замереть. Мир. Мир. Вы видите чередующуюся. Можно ли проверить. Замирать от страха. Он не является проверочным словом. Например, в других словах можно подобрать проверочное слово. Примириться. Смирительная рубашка. Или примирение. Там действительно есть проверочное слово мир. Давайте подытожим. Подытожим. Итак, неправильно у нас оказался. Действительно, первое наискосок от вокзала, да? Стоит вообще... Ставьте всегда вопрос. А есть ли здесь чередующаяся гласная? Есть ли здесь чередующаяся гласная в корне? Потому что иногда вам здесь могут подставить слово «близнец». Но там нет чередующейся гласной в корне. Это просто можно подобрать проверочное слово. Это гласное проверяемое в корне. Приложить старание. Действительно, зависит здесь не от значения, а от последующей, как вы помните, буквы. Лак. Ложь. Задирать нос. Задирать нос. Здесь тоже, обратите внимание, мы видим, что здесь зависит от суффикса «а». Таким образом, путем аналитическим, когда мы проверяем правила, проверяем каждое слово. И помните правило Винокура, когда надо слово всегда объяснять исходным словом, от какого оно слово образовывалось, какие там есть морфемы, приставки и суффиксы. Мы вычленим, что правильный ответ – это 3, 4. Следовательно, ответ у нас… Можно также плюсики нарисовать. Бланк ответов мы перенесем в комбинацию цифр 34, без запятых, без пробела, без лишних символов. Перейдем ко второму заданию. Надо найти, опять же, номера ответов указать, где есть чередующееся гласное в корне. Читаем по порядку и анализируем. Здесь в каждом слове находим морфемы. Находим, возможно, здесь даже и не чередующееся гласное может быть, а слово «близнец», то есть амоним. Помните знаменитое высказывание амонимичное? Пугало, пугало, сорок сорок. Вот я хочу вам подсказать здесь, возможно, каждое слово подбирайте мысленно, пользуйтесь правилами, базовыми правилами. Итак, макать в мед, изложение, загореть под солнцем, роскошный, заниматься. Давайте по порядку, последовательно прорешаем эти задания. Макать в мед, смотрим, написано, что это безударное чередующееся зависит от ударения. Мак мог, мы помним. Мак мог, но мы-то знаем, и учителя вам всегда это говорят, что это чередующееся гласное в корне зависит от значения, от значения слова. Значит, этот ответ неверный. Мы его удаляем, ставим, можно поставить минус. Или просто вычеркнуть цифру для удобства. Далее, изложение. Изложение здесь есть чередующееся гласное. Корень ложь. И опять же повторяем, да, лаг ложь. Перед Г пиши А, перед Ж пиши О. А тут здесь заявлено, что это требуется, определяется суффиксом А. Значит, ответ тоже неверный. Ставим минус или просто можно зачеркнуть. Третий пример. Загореть под солнцем. Написание безударно чередующийся зависит от лексического значения слова. Гор, гар. Гор, гар, как вы помните, здесь тоже не зависит от значения слова. Гор, гар, вы помните, совершенно другая формулировка. Поэтому здесь этот ответ неверный. Мы его удаляем. Переходим к четвертому. Роскошный. Написание безударно чередующийся гласный зависит от последующих согласных. Обратите внимание, да, если здесь чередующаяся гласная и вообще в слове роскошь, можно, конечно же, исходное слово давать, это прилагательное, оно образовано от существительного роскошь. Так, значит, мы сомневаемся в наличии безударно чередующийся гласный в корне. В пятом задании, в пятом, читаем заниматься, заниматься. Безударное чередующиеся определяется наличием соффикса «а». Давайте проверим. Вот у нас не они, да, не они, как раз группа чередующихся в глаголах соффиксом «а». Следовательно, у нас правильный ответ получается 25. 25, да, 25. Так, дальше. Следующее, третье задание. В третьем задании также читаем внимательно каждый пример и стараемся находить, есть ли здесь чередующаяся гласная и зависит ли она от определенного правила. Первое. Оперение, выскочка, блестящий, запереть на ключ, озарение. В первом оперении написано, что это чередующаяся гласная в корне слова проверяется отсутствием в слове суффикса «а». Да, многие могут сказать, что здесь есть корень «пер», «пир». Но обратите внимание, оперение можно подобрать проверочные, однокоренные слова, да, мысленно от слова «перо», «перья птицы». Так, во втором задании выскочка, выскочка, скотч, скак, да, выскочка. Помним, что это чередующаяся гласная в корне и зависит от лексического значения слова. Можно даже для удобства указать ее. Третье. Блестящий. Блест, блист, действительно есть чередующаяся гласная и зависит ли она от суффикса «а». Давайте подберем мысленно-примеры. Блистать, блестеть. В четвертом. Запереть на ключ. Это исключение из правила от чередующихся корнях. Итак, обратите внимание, запереть на ключ. Значит, здесь это не исключение. Пер-пир, да, обратите внимание, запирать, но запереть. Хорошо. В пятом. Озарение. Написание чередующейся гласной обусловлено тем, что гласный звук здесь является безударным, не находится под ударением. Зар-зор. Зар-зор. Заря. Зарева. Помните, да, исключение. Зарница. И здесь тогда у нас в третьем задании ответ комбинация цифр 35. 35. Четвертое задание. В четвертом задании даны также действительно ли чередующимся гласным корни примеры. Читаем. Косить траву подрастет немного, озарить светом, подгорел, сапоги промокают. Давайте по порядку, последовательно решим. Итак, косить траву. Действительно ли есть чередующаяся коз, коз? Косить. Можно ли подобрать, или это вообще не чередующаяся гласная в корне слова. Давайте разберем. Косить траву, косить, козьба. Следовательно, здесь у нас совершенно другой ряд получается, и он не зависит даже от суффикса с а. В втором. Подрастет немного. Итак, здесь выделим чередующийся раст, подчеркнем ст, перед которой пишется а. Группу вы помните. Раст, рас, роз. Озарить светом. Зар, зор. Зар, зор, чередующийся. Подгорел. Так же написано, что слово проверяется подбором формы слова. Итак, гар, гор. И сапоги промокают. Мокать, мокнуть. Вы помните, значение, да, этих чередующихся гласных в корне, зависит от лексического значения слова. Таким образом у нас тогда получается ответ правильный 235. 235, да? 235. Итак, мы выполнили четвертое задание. Еще раз, каждое чередующееся гласное, обратите внимание, надо анализировать слово, смотреть внимательно на морфемы, смотреть на значение слова, и обязательно посмотрите на слово в скобках, рядышком оно поясняет, дает вам подсказку. Следующее наше занятие будет посвящено этой теме. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok